Кинишма. Акватория Кинишемки. Сегодня здесь будет зрелищно. Впервые разыграют Кубок России по грибному спорту. На соревновании заявились более 150 участников из разных уголков страны и других государств. Считанные минуты перед заездом. Первые участники уже заняли свои лодки. Момент ответственный. Внимание! Внимание! Марш! Раз! Марш! Три! Три! Город на Волге. Погода переменчивая. Река приняла негость евреимна. Поэтому соревнования перенесли на Кинишемку. Но со временем с Волгой планируют подружиться. Ну а пока еще более 150 участников ждут своей очереди. Одна из них – Ирина Швейцарова из Саратова. В семье спортсменов нет, а гребли раньше не знала. Я пришла в него очень спонтанно. Я даже не знала, что он существует. И все-таки это спасибо моему самому первому тренеру, кто вообще меня выбрал и рассказал, что такое академическое гребли. Анна Ивановна Ланчикова – заслуженный тренер России. Кстати, недавно девушка была на соревнованиях в Республике Беларусь. Как итог – первое место. А здесь в Кинишме уже готова показать свои способности. У Ирины гонка в одиночке. Дистанция в 4 километра с разворотом. О результатах соревнований загадывать не хочет, чтобы не сглазить. Как пойдет по гонке. Главное – найти выход из ситуации, говорит спортсменка. А вот у Ксении Рысиной из Нижнего Новгорода виды на кубок серьезные. Хочет победить. И победила. В парной двойке взяла золотую медаль. Возможно, боевые качества передались по наследству. Папа – мастер спорта на байдарках. Сам вид спорт меня привлекает в то, что это на воде. Ты один сам за себя отвечаешь. Ты борешься с самим собой. И вода, она успокаивает. Как-то бывает, сглаживает ситуацию. То есть можно остаться наедине с собой и успокоиться. И достичь тех самых больших результатов. После Кинишмы Ксения будет готовиться к соревнованиям в Минске. Планы не изменились. Точно знает, что возьмет два золота. В парной двойке и четверке. А также в одиночке на спринтах. А в будущем хочет победить на Олимпийских играх и стать тренером по гребле. Как ощущения? Болеете за ребят? Ну, конечно. Все отлично. Очередной заезд пошел в путь. То есть все хорошо. Переживания небольшие присутствуют. Есть предпочтения некоторые. Поделитесь? Ну, спортсмен Москвы. Тут в основном большое представительство спортсменов сборной команды. Вот сейчас в одной из лодок поехал спортсмен Москвы Егор Литвинов. Посмотрим, как сейчас будет по дистанции перемещаться. Ожидания оправдались. Егор Литвинов в парной двойке получил золотую медаль. Попробовать свои силы приехали и ребята из студенческой гребной лиги. Кто знает, может в будущем и они поборются за кубок в составе сборной. В России гребли развиваются активно. Проводятся соревнования в новых регионах. На этот раз очередь дошла и до Ивановской земли. Несколько лет мы с нашими друзьями из Ивановской области вели эту работу. И вот в прошлом году принято было решение, что будет открыта федерация по виду спорта. Мы открыли ее и поступило предложение в рамках Олимпийского дня, Всероссийского и дня города Кинешмы и в этом году провести впервые Кубок России по прибрежной гребле. Вид спорта это для Ивановской области молодой. Аккредитована федерация региональная только в этом году. И в этом году мы открыли отделение спортивной школы по этому виду спорта. Поэтому действительно для нас сразу такой значимый старт. Это очень серьезный результат. Я считаю, все-таки Кубок России это очень значимое и серьезное мероприятие. В этом году в Кинешемской школе номер один открылась секция гребного спорта. Тернировки начались в апреле. Сначала ребята постигали азы сухой гребли, а в конце мая приступили к тренировкам на воде. Вполне вероятно, что в будущем среди чемпионов будут и те, кто начинал свое плавание в акватории Кинешмы. А у Кубок России станет первым, но не последним в череде спортивных состязаний. Юлия Семина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».